Салют, друзья, у микрофона Мистер Кей, и с возвращением на пограничный пункт в потрясающее государство Арканистан. Это игрушка Контрабанд Полис, и мы продолжаем пытаться останавливать контрабандистов, которые пытаются проехать нашу потрясающую страну, всё ради батюшки-царя народа. Надеюсь, что сегодня день будет продуктивный, потому что прошлый день мы провели ужасно. Мы пропустили трёх преступников, кого-то упустили в принципе, и нажили себе неплохие такие проблемы. Поэтому сегодня я ни с кем шутить не собираюсь. Будем работать пристально, и самое главное, опирайте. Ты куда документы убрал? Давай показывай, бро... Да-да-да-да, выходи из машины. Он уже протягивал мне документы, а потом такой, опа, в карман. У тебя что, вторые документы в кармане? Подменить их хочешь? Давай показывай, что у тебя там. Сейчас оба кармана, блин, у тебя обыщу. Давайте глянем. Падил Даганов. Ё-моё, ты уже не похож на человека, который здесь изображён. Фото в паспорте совершенно другое. У нас сегодня только один подозреваемый на контрабандиста, ему должно быть 47 лет. Этому человеку 37. И в целом, по документам, у него всё в порядке. Поэтому, если мы собираемся его пропустить в Арканистан, нужно досконально проверить его машину. Не провозит ли он тут что-то, потому что мы уже пропускали нескольких контрабандистов. И я не хочу, чтобы эта ситуация повторялась вновь. Может быть, там за запасочкой что-нибудь прячется. Бампера нужно проверить обязательно. У него машина, на удивление, в идеальном состоянии. И это вызывает некоторые вопросы к нему. Я смотрел всю машину вдоль и поперёк, и здесь нет ничего, к чему можно придраться. Возможно, это лично просто посетитель Арканистана. Поэтому, уважаемый, вам въезд разрешён. Вы полностью... А зачем я ему разрешил въезд? Он же в паспорте, фотография другая. Мужик! Мужик, стой! Стой, я передумал! Мужик, я передумал! Останови машину! Останови, дальше ты не проедешь! Дальше ты не проедешь! Это была ошибка! Это была ошибка, дальше ты не поедешь! Зачем ты это делаешь? Да потому что у тебя паспорт! Фотография в паспорте другая! Ты не поедешь дальше! Давай выходи из твоей каламаги! Попробуем для начала по-хорошему с ним разобраться вот таким вот образом. Давай, блин, выходи! 20 долларов за то, что я уничтожил его крышку? Чё? Так, выходи из машины! Даю тебе предупредительный выстрел! Раз! Два! Три! Убийца! 500 долларов! 500 долларов за то, что я его убил! Он мне не подчинялся! Он собирался проехать в Арканистан! Это точно был контрабандист! Да, я у него ничего не нашёл, но это был очевидно какой-нибудь преступник, если у него фотографии не совпадают в паспорте! И что мне с ним делать теперь? Давайте обыщем его! Опа! У него тут мешки с картошкой есть! Ничего, сейчас отработаем! Продадим сигаретки, картошку и отработаем эти 500 долларов! Самое главное, замести следы! Блин, а как замести-то? Мужик! Младший сержант Максимов! У меня там труп оказался на КПП! Давайте-ка, почистить там, чтобы ничего не было! По-моему, я сделал всё по уставу! Да, это была моя ошибка, то, что я ему сначала разрешил въезд, и, возможно, всё могло закончиться более мирным путём, но явно не для меня! Меня бы тогда точно отправили в концлагерь за подобные нарушения! Здравствуйте, уважаемый! Давайте с вами разберёмся! Ну, если вы уже увидели, что я кого-то здесь убил, поэтому лучше там не шути, хорошо? Ой, а этот человек-журналист, он уже точно не проезжает в Арканистан, это 100%, здесь даже вопросов никаких быть не может, он нарушает наши правила въезда. Не знаю, стоит ли осматривать его машину, возможно, мы там что-нибудь да и найдём, но давайте просто поверхностно глянем его тачку, потому что мы в любом случае этого человека разворачиваем, и долго нароситься я с ним не хочу. Уважаемый, вы не проезжаете в Арканистан, поэтому давайте, разворачивайтесь в Сойку-Умагу, и уезжайте обратно, откуда вы приехали. Журналисты нам тут не нужны! Вы видели, я пристрелил человека на КПП, вы об этом ещё в газете своей напишите, не дай бог я такую статью увижу в газете, я тебя, блин, найду. Ой, а у нас здесь что-то, газетка, кажется, новая пришла, и письмо нам прислали, давайте посмотрим. Обрушение шахты. Какой ужас, какая-то угольная шахта обрушилась, люди погибли, но меня это вообще никак не касается, и зачем мне это отправлять в письме? Эээ, эээ, твою налево, блин, пока я газету читал, пока я письмо открывал, там мужик уже проехал, у меня машина дымится после предыдущей погони, ё-моё. Так, заводим двигатель, поехали. Мужик каких-то коров пытается провести в Арканистан, давайте попытаемся его остановить. Включаем мигалку, давим газ в пол, надеюсь, что мы сможем его тормознуть, потому что это моя нажива. Мы можем заработать на этом беглеце, а возможно у него ещё и контрабанда припасена, учитывая, что я там кого-то прикончил, и с меня сняли 500 долларов, я сейчас опять в долгах, и мне нужно как-то эти деньги отрабатывать. Мне кажется, я такими темпами никогда свой погранпост не буду улучшать, потому что я постоянно вляпываюсь в какие-то передряги. Полиция Арканистана, тормозите корову на обочине. Но не так же резко корову на обочине тормозить, ё-моё. Ладно, вылезаем, достаём пистолет, выходим из машины, руки подня... Ты чё, умер что ли? Как ты умер-то, блин? Ты еле-еле врезался. Ладно, у тебя тут есть пачка сигарет, давайте... Давайте заберём. Надо это самое главное кому-нибудь продать, то есть найти какого-нибудь торговца. Ну, блин, жалко, что он умер. Давайте корову хотя бы проверим. А корова, судя по всему, без контрабанда. А как так? А зачем он проехать пытался? Он явно же что-то скрывал, если пытался проехать. У меня тут пробочка уже образовывается, но я всё равно хочу осмотреть эту машину. Он, блин, явно что-то пытался провести в Арканистан. Он же не мог проехать просто так. Он отдал свою жизнь. Отдал свою жизнь. За то, чтобы проехать нашу потрясающую страну, но в результате даже ничего не вёз. Прочь с дороги. Ты это мне говоришь? Ты знаешь, кто я такой? Прочь с дороги. А ну, открывай дверь. А ну, дверь, блин, открою. Вышел из машины. Ладно. Ладно, давайте успокоимся. Мне проблемы лишние нужны, учитывая, что у меня ещё и машина здесь сломана. Не хотелось бы на попутках отправляться до дома, поэтому давайте заводим двигатель, едем обратно на наш погранпост. Нам бы починить нашу машину. Вот о чём я думаю. И постовой репнин должен этим заняться. Дружище. Отремонтирую машину. 50 баксов мне это будет стоить. Конечно, дороговато. Чего мне нужно ворота бы починить, иначе как я буду пропускать машины? Но, видимо, это сделать сейчас не получится, поэтому запускаем следующего водителя. Надеюсь, он не подумает, что там всё открыто, и можно сразу проезжать. Тормозите своё Ниво. Сначала досмотр, потом всё остальное. Добрый день, гражданин. Давайте, показывайте ваши документы. Это необходимо. Разумеется, это необходимо. Эрнст Жаргаль. Художник. Он уже не подходит. Прогул въезда нарушает. В остальном с документом у него всё в порядке, но он художник, так что к нам он не проедет. Давайте быстренько осмотрим его машину. Может быть, здесь где-нибудь контрабанда и завалялась. Художники любят там что-нибудь выкурить, так сказать, для вдохновения. Я это знаю. Я это не осуждаю. Ну, разумеется, я это осуждаю, но не осуждаю в то же время. Ладно. Поэтому, дружище, что я могу сказать? Въезд запрещен. Давай, не загораживай нам дорогу. У нас так полно работы сегодня. О, кажется, мы эту машину уже пропускали в Арканистан. Да? Такая же тенингованная к нам приезжала. Она не угнанная, блин, случайно. Здравствуйте. По-моему, я вас разворачивал в прошлый раз. А может быть, это были не вы. По фотографии совпадает. Я шахтю! Шахтю! Ты, блин, знаешь, что на шахте случилось? 12 человек погибло на угольной шахте. Ты увидишь, что хочешь работать? Ну, в принципе, нам такие люди нужны. Только трудовая книжка на другого человека. Дружище, блин, не сможешь ты на шахте поработать. Как бы ни хотел, тебя я уже не пропущу, потому что на другого человека твоя трудовая книжка сделана. Ну, собственно, на этом наш разговор можно и заканчивать. Ты не проезжаешь в Арканистан, потому что трудовая книжка сделана на другого человека. У тебя всё нормально с документами, только, блин, одну букву, одну букву ты неправильно написал в своей трудовой книжке. Так что давай. Может быть, ты не шахтёр вовсе. На сегодня машины закончились, но я всё ещё в долгах. И завтра мне нужно их обязательно отработать, иначе меня отправят в концлагерем. Первой же маршруткой, которая будет проезжать мимо нашего поста в Арканистан. Чё, блин, случилось? Час ночи. Кого? Кто нападал? Ё-моё, там какие-то мужики бегут. Так, а вы без меня там справитесь, да, я надеюсь? Я спрятался в домике. Я надеюсь, там сейчас эта перестрелочка как-нибудь закончится без меня, потому что я ввязываться в проблемы с себя не хочу. Ё-моё, параста там перестрелка. Ох, твою налево. Твою налево. Прямо ко мне прибежал. Офигеть. Мой дом тут не заходить, окей? Ладно, вон того я могу пристрелить. Попытаться. Блин, зарядка, да ё-моё. Прицельным выстрелом даже попасть не могу. Стреляю прям по голове. Ну, блин, из-за того, что я в час ночи проснулся, я, блин, спать хочу и без того. О, и ещё пробегает на меня. Опа, опа. Слушайте, я занял идеальную позицию. Меня здесь вообще не ожидает только их. Только их что-то там припец как много. Как мне их всех убить-то? Так, прячемся. У меня как бы голова моя дорогая. Граната! Кипец. Ладно, в дом она не залетела. Даже сигаретки мои не повредились. Слава богу. А мне вот за это нападение премию хотя бы доплатят. А то я своей жизнью тут рискую как бы. У мой ночлег разносят весь. Ё-моё, один ко мне прям прибежал. Вы его завалили? Так, дверку закроем, чтобы ко мне тут не вламывался. С другой стороны, он прям за дверью находится, да? Ой, парни, парни, извиняйте, извиняйте. За что я извиняюсь в принципе? Это они мне должны прощения просить, а не я у них. Остался последний и он мой. Я его пристрелю. Всё, последний выстрел прямо в голову. Но это стоило мне отдыха в час ночи. 500 долларов премии заплатили. Это то, что мне было нужно. Надеюсь, никто из моих постовых не пострадал. Пострадал только мой дом, но он-то служил мне отличным укрытием. Надеюсь, что завтра таких сюрпризов не будет. Новый день, новое утро и оказывается начинаются Олимпийские игры. И теперь все машины в Арканистане должны сиять. Как хорошо, что я вчера отремонтировал свою буханку, но вот другие машины с неисправностями мы не должны пропускать. Плюс у нас тут подозрение сразу на 4-х контрабандистов. Поэтому сегодня нам нужно работать аккуратнее. И, судя по всему, ещё следить за весом машин, которые к нам заезжают. Ну ладно, первая машина, очевидно, много не весит. Поэтому давай, заруливай и будем смотреть в оба. Олимпийские игры. Мы не должны подводить руководство страны, руководство партии, руководство царя батюшки. Сколько твоя машина весит? 840 килограмм. Да, совсем немного. Здравствуйте, документ показывайте сразу на машину. Ваш паспорт. Сейчас всё будем свереть. У него паспорт автомобиля совершенно на другое транспортное средство. Он пытается провести в Арканистан поддельное транспортное средство. Это, разумеется, мы сейчас у себя учтём. Тип автомобиля не соответствует. Мы, разумеется, откажем ему во въезде, но сначала проверим остальные документы. Ну, я осмотрел его транспортное средство. И что я могу вам сказать? Гражданин, не соответствует. Документы на ваш автомобиль. Въезд отказан. Разворачивайтесь. Меняйте документы. Потом приезжайте на лучшие Олимпийские игры в Арканистан. Для начала будем смотреть грузовик. Грузовик уже посерьёзнее. Интересно, что он к нам везёт. Давайте узнаем. Здравствуйте. Что вы нам здесь покажете? Давайте смотреть. Максимальный вес 6 тонн. Посмотрим, сколько эта машина у нас весит. Максимальный вес соответствует колёса спущенные. Ёпарасы. Я тебя уже не пропущу. Но давайте посмотрим, откуда он едет. Не представляет ли он угрозы. Кстати, здесь есть информация о жёлтой машине. Подозрение на котором бандиста. Это, конечно, больше похоже на цвет поноса. Но здесь так много груза, что мне кажется, что это как раз-таки та самая жёлтая машина, которую мы ищем. Поэтому будем досматривать её с пристальным удовольствием. Разгружаем абсолютно всё, что тут есть. Сейчас вынесем на улицу. И будем осматривать, осматривать всё, что мы найдём. У него тачка вообще вся потрёпана. Капец, зачем ты приехал? Ты только работы мне больше добавляешь, чтобы я всё это сейчас в документы вносил. Надеюсь, у тебя хотя бы контрабанда будет где-нибудь в плите спрятана. Или ещё в каком-нибудь холодильнике. Холодильник пустой. И ещё второй холодильник есть. Холодильник пустой. Ну, может быть, в унитазе хотя бы что-нибудь есть. Да, ёпрст. Ничего нету, что ли, у тебя? У него груз весь чистый. Ты прикалываешься. Я разгрузил весь твой груз явно не для того, чтобы здесь всё было чистенькое. Давай посмотрим, что у тебя внутри тут есть. Но, видимо, это не та жёлтая машина с контрабандой, которую мы ищем. Потому что у этого человека я ни черта найти не могу. Она полностью чистая. Нет ни кусочка контрабанды. Добавок ко всему, у него ещё и тип машин не совпадает. Да вы, блин, документы вообще готовите, когда приезжаете в Арканистан? Или вы думаете, что здесь райский уголок, и я всех наподряд пропускаю? Я не пропущу ни одного преступника больше в моё государство. Поэтому, дружище, давай, разворачивай свою... Блин, я не хотел тебя арестовывать. Я не хотел тебя арестовывать. Это была ошибка. Это была ошибка. Извините, пожалуйста, вы можете идти. Правда, денег мне это не вернёт. Я просто хотел отказать ему во въезде. Что мне делать с его машиной теперь? Давай, убирай тогда эту машину. Я хотел его просто развернуть. Мог бы сейчас заработать на этом. В результате 150 долларов за... А ещё и 130. Необоснованный арест. Ну, конечно, я случайно, блин, я случайно надел на него наручники. Доброе утро, гражданин полица Арканистана, пограничная служба. Давайте смотреть, кто вы такой, Иван Сергеев. Кстати, он из Закаристана. Это наш человечек. И, судя по всему, он, кстати говоря, торговец. Что он хочет? Пачка кофе. У меня есть пачка кофе. Продаем ему. Как раз-таки будем сейчас отрабатывать деньги. Туалетная бумага. А вот туалетную бумагу я в прошлый раз, блин, не брал. Отличная сделка. Да, сделка отличная, но это тебе не поможет, если у тебя есть какие-то проблемы с документами. Документами у этого человека проблем нет. Колёса тоже все в порядке. В принципе, машина в идеальном состоянии. Так что он явно знает про Олимпийские игры. Подготовился. Но у него очень много груза. И, конечно же, весь этот груз надо проверить. Нужно его как минимум записать в нашу документацию. Ёп, простой. У тебя тут груза. Ты чё, столько груза везёшь? Удобрения. Пять штук. Ещё какие-то мешки. Кофе. Тоже четыре штучки записываем. Ещё удобрения. Ё-моё. Ты чё, фермер, что ли? В принципе, фермеров я уважаю. Тут вопросов никаких быть не может. Ящики с лекарствами. Возможно, он вообще волонтёр и добропорядочный человек. Ещё бочки какие-то есть. Давайте глянем, что это. Бочка рыбы. Это ощущение, как будто он торгует абсолютно всем, что попадается ему на глаза. У меня машина не вызывает абсолютно никаких нареканий. Самое главное, соверить то, что мы нашли, с тем, что он провозит. Удобрения 11 штук, мешок кофе 4, ящик 7. Всё, всё нормально. У него полный порядок с документами. Каждый бы так приезжал к нам в страну. Было бы счастье. Так, большой, сержант. Максимов, загружайте обратно всё в машину. Мы пропускаем нашего прилежного гражданина в нашу потрясающую страну. Гражданин, брат с вами был познакомиться. Надо пообщаться. Даже поторговаться, ё-моё. Так что досмотр завершён. И выезд я вам одобряю. Это первый человек, которого мы сегодня без проблем пропускаем в нашу потрясающую страну. И надеюсь, мы не ошиблись. Счастливой вам дороги, как говорится, и приятного пути. Да, идеальный досмотр совершили. Великолепно. Отлично. Деньги идут уже в наши карманы. Я смог с ним и подороговаться. Плюс ещё идеальный досмотр. Отлично. Просто великолепно. Здравствуйте. Тоже куча груза везёте. Ну, давайте смотреть. Очередной торговец к нам пожаловал. Сверяем номера. Номера в порядке. Сверяем имя. Имя в порядке. Имя в порядке. Срок действия сверяем. В порядке. Дата рождения сверяем. Срок действия сверяем. Всё в порядке. Машина весит меньше 4 тонн. Это как раз-таки разрешённый вес. Осталось, уважаемый, проверить только порядочность вашей машины, чтобы не было никаких косяков. Вы сможете без проблем проезжать. Колесо спущено. Серьёзно? Подожди. Второе спущенное колесо. Три спущенных колеса. У меня есть подозрения на контрабанду в машине со стремя спущенными колёсами. И тут очень много груза, уважаемый. Вызываете много подозрений, хотя изначально к вам относился нормально. Но теперь мы будем говорить более серьёзно. Вы меня поняли? Давайте разгружать его груз и будем осматривать всё это дело. Здесь так много удобрений, что и контрабанды можно столько спрятать, что просто мама не горюй. Итак, здесь всё хорошо. Здесь тоже всё хорошо. А где ты контрабанду спрятал? Извини меня. Может быть в холодильнике? Спрятанная контрабанда! Понятненько забираем, уважаемый. Дальше вы не едете. Он мне взятку предлагает? Вы поглядите, он мне взятку предлагает за то, чтобы я его отпустил. А сколько ты мне предлагаешь, уважаемый? 420 долларов! Слушайте, это повод задуматься на самом деле. Но если я найду у тебя больше контрабан... Куда? Куда я взятку убрал? Э, я хотел деньги. Я подумал деньги забрать. Деньги мне предложи обратно. Ты чё, издеваешься? Я же тебя сейчас арестую, если ты мне деньги обратно не отдашь. Ещё спрятанная контрабанда. Забирай. Ещё и здесь контрабанда есть. Слушай, ну там на самом деле на 420 долларов-то вообще не тянет. У меня места столько в инвентаре нет, чтобы всю контрабанду твою собрать. Может быть, ты мне побольше деньжат предложишь? Или всё, и мы торговаться больше не будем с тобой, а? В таком случае вы арестованы, гражданин. И отправляетесь в тюрьму, а дальше в концлагерь. Слушайте, вот это навар хороший. Закрываем камеру. А самое главное, сколько контрабанды-то мы с вами там нашли. Сейчас всё будем перекладывать на склад. Я не удивлюсь, тут даже под капотом я найду сигарету у него. Да, так оказалось, даже под капотом у него есть сигареты. Вся тачка напичкана контрабандой. Жесть просто. И здесь ещё контрабанда в плите для готовки. С ума сойти. Мне интересно, сколько мы сможем заработать на этой контрабанде. Потому что он нам предлагал 420 долларов. И возможно, если бы мы его пропустили. Хотя, если бы мы его пропустили, мы потеряли бы деньги. И мне кажется, в контрабанде мы сможем заработать гораздо больше. Ладно, нас ждёт там следующая машина. Здравствуйте, гражданин. Давайте с вами пообщаемся. Опускайте окошко. О, он у нас что-то хочет купить. Мешок картошки. Продаем ему сразу мешок картошки. Где пачку кофе продавать? Нету пачки. У меня куча пачек сигарет, которые можем ему продать. Это тоже наш местный братишка из Акаристана. Едет смотреть Олимпийские игры. И это великолепные новости для него. Если у него всё в порядке с машиной. Так, а где твой бампер? Где твой бампер? Он только что сказал, что все его соседи купили цветной телевизор. Что редкость для Акаристана. Тут обычно у всех радиоприёмники стоят. У него цветной телевизор есть. Но у него нет бампера спереди. И это плохие новости для него будут. Потому что я не имею права его пропускать. Иначе мне дадут подзадельник за то, что я его пропустил. У него дефект кузова как минимум. Черт, так жалко его разворачивать. Честно говоря, из-за одного, блин, бампера. Развернуть человек из-за бампера? Ну, это мой долг. Я сегодня работаю максимально ответственно. Так что въезд я тебе запрещаю из-за бампера. У меня аж наушник, блин, выскочил из уха из-за такой ужасной ситуации. Реально жалко мужика. Пипец как жалко. Надеюсь, он хотя бы унитаз свой не выронет по пути. Знаете, как-то мой карьерный рост на пограничном посту в Аканистане замедлился. Потому что я не могу зарабатывать деньги. Я постоянно допускаю какие-то ошибки. Дурацкие ошибки. То я кого-то пристрелю, то я кого-то арестую, то я кого-то разверну, не заполнив отчет. Мне кажется, мне нужно нормально проспаться. И, знаю, съездить в мотель, развлекаться там. Выпить, так сказать, отдохнуть и провести потрясающий вечер. Поэтому сегодня меня на посту не будет, господа. Я еду в мотель развлекаться. Увидимся завтрашним днем. И уже завтра мы с вами будем продолжать нашу постовую службу. Ты остаешься за главного постовой реппинг. Пофиг, что механик, иди и проверяй машины. Сегодня у меня отдых. Увидимся с вами в следующем видео по контрабанд-полиз. Поддержите его своими зверскими лайками, если вам нравится прохождение этого довольно интересного и непредсказуемого симулятора. Подписывайтесь на канал. А у микрофона был Мистер Кей. Всем хорошего настроения. Удачи и пока.